В прошлый раз мы поделили нашу сеть на зоны, тем самым перекрыв все доступы. Сегодня же мы разберём, как точечно выдавать эти доступы. В реальной инфраструктуре этим обычно занимается отдел информационной безопасности, но мы тоже неспроста это разбираем. Обычно, когда администратор настраивает и связывает какие-то сервера в разных зонах, он должен обратиться к отделу безопасности и сообщить, что ему нужно. Мол, у меня есть джамп-хост во втором влане с IP 1002.101, и нужно, чтобы он мог подключаться к серверу 1 по адресу 1005.101 и по порту 22. То есть выпрашивать доступы на фаерволе – это стандартная процедура для администратора. И чтобы закрепить это у себя в голове и понимать, когда это нужно, а когда нет, мы сами по необходимости будем прописывать эти правила. Да, в реальной инфраструктуре никто это не делает через фаервол Д. Но нам главное понять саму идею, зачем и как это делать. А этот инструмент или другой абсолютно не важно. Сегодня мы будем работать с роутером 1 и 3. В прошлый раз мы запретили с джамп-хаста подключаться к роутеру 1. И чтобы не настраивать всё через консоль, временно разрешим SSH. Стартанём SSH-агент, добавим ключи и подрубимся к роутеру. В прошлый раз на роутере 3 мы создали зону Routers, а на роутере 1 всё осталось в паблик-зоне. Давайте это исправим. Для начала создадим новую зону Routers. Переместим в неё интерфейс, который в одной сети с роутером 3. Добавим в эту зону SSH, чтобы мы могли с роутера 3 подключаться к роутеру 1. Потому что с джамп-хаста нельзя, а иначе только через консоль. Перезапустим фаервол и проверим новую зону. Всё как и должно быть. Пока не забыл. Недавно мы на роутере 1 прописали 3 маршрута. 3, 4 и 5 сети. Но если у нас количество сетей будет постоянно расти, чтобы не забывать их добавлять, давайте поменяем подход. Уберём эти 3 сети. И вместо них пропишем всё под сеть 10.0.0.0.8. Сюда входит всё от 10.0.0.0 до 10.255.255.255. Затем поднимем профиль и проверим таблицу маршрутизации. Теперь всё, что касается локальной сети, будет пересылаться на третий роутер. Давайте представим себе схему подключения JumpHust к серверу 1. Изначально пакет идёт от JumpHust к роутер 1. Для роутер 1 JumpHust находится в зоне DMZ. Дальше роутер 1 передаёт пакет на роутер 3. Для роутер 1 роутер 3 находится в зоне Routers. То же самое для роутер 3. Роутер 1 находится в зоне Routers. Что касается роутер 3, в нашей схеме сейчас трафик из DMZ зоны, чтобы попасть во внутреннюю сеть, должен будет проходить сначала через роутер 1. И только потом через роутер 3. А это значит, что мы будем перегонять лишний трафик через роутер 1. Поэтому давайте лучше добавим к роутеру 3 второй VLAN, чтобы устройства из DMZ напрямую проходили через роутер 3. Я пропущу добавление второго VLAN на роутере 3 и настройку транкпортов на свечах. Мы это уже разбирали. На роутере 3 я создал новый VLAN интерфейс с адресом 10.0.2.254 и добавил его в зону DMZ. На самом джамп хосте, чтобы он направлял все пакеты во внутреннюю сеть через адрес третьего роутера, пропишем новый маршрут. Затем поднимем интерфейс и проверим таблицу маршрутизации. Тут мы видим, что все пакеты, идущие в сеть через 10.0.0.8, будут проходить через роутер 3, а все другие адреса через роутер 1. Теперь подключение от джамп хоста на сервер выглядит попроще. Посреди только роутер 3. Джамп хост для роутера 3 находится в зоне DMZ, а сервер 1 в зоне менеджмент. Точнее в двух зонах, серверс и менеджмент. Но нас сейчас интересует только вторая зона. Подключимся к серверу 1. К нему по SSH можно подрубиться только с 5 влана. А он у нас на интерфейсе ENS5. Давайте посмотрим TCP dump на этом интерфейсе. Теперь идем на джамп хост и пытаемся пингануть. Пинга нет, но дело не в фаерволе. Он у нас все пинги по умолчанию разрешает. Также не получается подключиться по SSH. Но это еще понятно, тут дело в фаерволе. К нему мы еще придем, а пока попытаемся разобраться, почему сервер 1 не пингуется. Идем и смотрим TCP dump. Как видите, пакетов PSH не было, но вот пинги приходили. Но на них не было ответа. Почему? Есть одна особенность, когда у вас в системе несколько IP адресов, как на нашем сервере 1. У него два адреса, 10.04.101 и 10.05.101. А вот дефолт гейтвей всего один, 10.04.1. И вот представьте, джамп хост посылает пинг на адрес 10.05.101. Сервер 1 должен ответить на адрес 10.02.101. Но у него в таблице маршрутизации сказано, что этот адрес доступен за адресом 10.04.1. А значит ответ надо посылать с другого интерфейса, на котором IP 10.04.101. То есть пакет приходит с одного интерфейса, а ответить надо с другого. С одной стороны, мы могли бы для адреса 10.02.101 прописать маршрут через 10.05.1. Но тогда бы возникла обратная проблема. Если запрос будет приходить на 4.101, то ответ будет посылаться с 5.101, что привезет к такой же проблеме. Обычно так не должно быть. Поэтому ядро по умолчанию блокирует такие ответы. То есть, если пакет приходит с одного интерфейса, а ответ нужно послать с другого, то ядро это не разрешает. В целом, конечно, можно это разрешить, но с точки зрения маршрутизации это не совсем верно. Есть более правильный способ. Нам надо для интерфейса, где адрес 5.01 прописать свою таблицу маршрутизации. Для начала разберемся с таблицами и правилами маршрутизации. Вкратце, есть таблица маршрутизации. Ничего такого. Еще есть правила маршрутизации. Число слева – это приоритет. Чем ближе к нулю, тем он выше. Дальше – от кого. From all. Тут мы указываем исходящую сеть. И потом lookup и три значения. Local, main и default. Это и есть таблица маршрутизации. Та таблица маршрутизации, которую мы видим при вводе IPRouteShow – одна из них – main. Можем убедиться в этом, введя команду. IPRouteShow – table main. Есть еще local. Здесь в основном про локальные адреса. То есть мы можем создать несколько таблиц маршрутизации и можем написать, что для запросов с таких-то сетей нужно использовать такую-то таблицу маршрутизации. При этом, учитывая еще и приоритет. Чтобы было понятнее, сделаем это на сервере 1. Добавим для интерфейса ENS5 в профиле Network Manager новый маршрут. При этом указав таблицу с каким-то числом. Допустим, 2. Итак, мы в профиле интерфейса ENS5 сказали, что для сети 10.0.0.8 нужно использовать в качестве gateway 10.0.5.1. При этом это относится к таблице маршрутизации 2. И сразу же добавили правило с приоритетом 5, сходящим IP 10.0.5.101 и этой таблицей 2. Поднимем интерфейс и посмотрим правило и таблицу маршрутизации. Как видите, теперь у нас есть правило с приоритетом 5, которое указывает на таблицу 2, где указан маршрут для локальной сети. Теоретически, вместо 10.0.0.0.8 можно было бы указать 0.0.0.0.0, чтобы для каждого интерфейса был свой дефолт гейтвей. Но так как речь касается менеджмент интерфейса, я не хочу, чтобы у него был маршрут в интернет. Теперь с самого джамп хаста можно пинговать сервер 1 как по адресу 4.101, так и по адресу 5.101. В итоге получается такая картина. Когда запрос приходит на интерфейс с адресом 4.101, то для ответа используется таблица маршрутизации main, в которой дефолт гейтвейм является адрес роутера 4.1. А вот если запрос придет на адрес 5.101, то будет использоваться таблица маршрутизации 2, в которой есть обратный маршрут через адрес роутера 5.1. Теперь, когда мы привели в порядок маршрутизацию, вернемся к фаерволу. Итак, мы на внутреннем роутере должны разрешить джамп хасту подключаться по SSH к серверу 1. Для этого нужны политики фаервола. Для начала на роутере 3 создадим новую политику. Она должна разрешать подключение от джамп хаста к серверу 1 по SSH. Такое название и дадим, чтобы было понятнее. После создания политика почти пустая. Политика сильно напоминает зону. Но если в зоне мы указываем порты и сервисы, по которым могут подключаться к нам, то в политике мы указываем порты и сервисы, которые мы разрешаем в проходящих пакетах от одной зоны к другой. Поэтому здесь есть два дополнительных поля. Ingress zone и Y zone. Входящая и исходящая зоны. Как вы поняли, теперь мы должны добавить ingress и ingress zone в эту политику. Соответственно, подключение будет из зоны dmz. Значит, ingress zone это dmz. А направляться пакеты будут в зону management. А значит, это ingress zone. Проверим политику. Как видите, зоны прописались. Но так как тут нет возможности добавить source и destination адреса, нам остаются два варианта. Либо придется просто прописать сервис, что приведет к тому, что с любого адреса из зоны dmz можно будет по иссаж подрубиться к менеджмент зоне. А мы этого не хотим. Либо придется писать reach rule, что мы и сделаем. Итак, здесь мы говорим, что разрешаем подключение от адреса 10.0.2.101 к адресу 10.0.5.101 по порту 22 и протоколу tcp. И это все применяется на политику зоны dmz на менеджмент. Перезагрузим firewall и проверим политику. Да, правило появилось. На мой взгляд, здесь политики сделаны немного нелогично. Как минимум, нужна возможность добавить source и destination адреса, а не возиться с reach rule. Но это относительно новый функционал у firewall.d. Не то, чтобы кто-то кроме нас использует firewall.d как сетевой firewall. Поэтому на это можно закрыть глаза. У политик есть приоритеты, от которых зависит порядок их проверки. Но мы не будем сильно с этим заморачиваться, курс все-таки не об этом. Давайте попробуем с jumphost подключиться к серверу 1. И все работает. Теперь у нас есть возможность попасть во внутреннюю сеть, подключаясь от jumphost к серверу 1. По сути, теперь сервер 1 будет выступать нашим вторым jumphost. Через него есть выход в 5-й вилан, откуда мы можем подрубиться к менеджмент интерфейсу. Например, роутера 3. Теперь смотрите, какую цепочку мы можем создать в SSH подключении. Итак, из интернета у нас доступен только jumphost. Но сам jumphost не может подключиться куда угодно. Единственный доступный ему сервер – сервер 1. Сам сервер 1 может видеть роутер 3, так как они находятся в одном менеджмент в лане. А из роутера 3 я могу подключиться к роутеру 1. Последнее, на самом деле, не обязательно. Для роутера 1 вы также можете использовать сервер 1 в качестве jumphost. Но тогда надо будет прописать политику firewall на роутере 3, чтобы он разрешал подключение от сервера 1 к роутеру 1. Попробуем подключиться. При первом подключении надо будет сохранить ключи от всех промежуточных хостов и ввести пароли от систем, куда мы не закинули ключи. Больше мы этих сообщений не увидим. А на хосты, которые просят пароли, можем закинуть ключи. И теперь простой командой shrouter1 мы через 3 jumphost попадаем на роутер 1. Да и в целом можем на любой хост в сети. Вообще, если использовать роутер 3 в качестве jumphost'а, можно попасть на любой хост. Но так как настоящие роутеры не очень годятся в качестве jumphost'ов, вместо этого мы будем писать правила для firewall'а и использовать маршрутизацию. Поэтому это будет небольшим заданием для вас. Прописать на нем политики, чтобы можно было с сервера 1 подключаться к юзеру 1 и роутеру 1. Давайте подведем итоги. Сегодня мы с вами разобрали таблицы и правила маршрутизации, а также политики для firewall'ов. Хотя пока мы написали всего одну политику, но это в основном было сделано для будущих задач. Когда мы будем поднимать различные сервисы в разных зонах, нам нужно будет постоянно лезть в firewall и писать политики. А сеть у нас почти готова. Дальше можно сконцентрироваться на самих сервисах.